Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Это серия видео, посвященная теории о синтезаторах. Я постарался записать ее на простом языке для понимания, что из себя представляют наши любимые устройства. Это базовый уровень информации о синтезаторах, в том числе и модульных, без особого углубления, в основе которого будет лежать субтрактивный синтез. Хотя для моих бустеров эта серия будет более развернута и будет в себя включать разбор модульных синтезаторов. Эти знания помогают мне понимать практически любого устройства, чувствовать его ближе и создавать на нем музыку с удовольствием. Я надеюсь, что после просмотра этой серии видео для вас также откроется очень много полезного и интересного. Также я познакомлю вас со своим сетапом. Не забудьте оценить видео и подписаться, если вы еще этого не сделали. Если вы не хотите пропускать мои видео, то ставьте колокольчик, и как только видео будет выходить, вам будет приходить уведомление. Если вы хотите получать более эксклюзивный контент от меня, а также поддержать мой канал, то ссылка будет в описании. В этом видео мы поговорим о самой базе, о том, из каких блоков состоит синтезатор и как они взаимодействуют друг с другом. Синтезатор – это устройство с некими блоками. Самый важный блок – это осциллятор, источник звука. О нем мы еще поговорим в других видео. Обычно этих источников звука два. Дальше присутствует микшер, который смешивает этот сигнал. Фильтр – очень важный элемент в синтезаторе. VCA – это Voltage Control Amplifier, что-то типа микшера. Чуть попозже о нем тоже подробно расскажу. И пускай будет, например, клавиатура. Звук у синтезатора проходит следующий путь. Когда мы нажимаем на клавиатуре, клавиатура дает команду триггера на блок VCA. А питч, высота тона, дает команду на осцилляторы. На один или на два, в зависимости от архитектуры. Но мы рисуем классическую архитектуру, более понятную, чтобы в этом во всем разобраться. Дальше звук. Он идет в микшер. Сразу с обоих осцилляторов. После чего он идет в фильтр. И из фильтра идет в блок VCA. VCA – это Voltage Control Amplifier. Тут звук усиливается и выходит в микс, в колонки или в микшер, куда вы его отправите. За место клавиатуры может, например, быть секвенсор. Или, например, вовсе не быть ни клавиатуры, ни секвенсора, но иметь, например, MIDI-разъем, блок, который будет трансформировать MIDI-сигнал цифровой в аналоговый и тем самым управлять нашими блоками. Я люблю, когда в синтезаторах присутствует еще Noise. Это такой же генератор, который смешивается в микшере и добавляет очень крутые гармоники. Ну, по моему мнению, звук становится живым. Также очень важным элементом в синтезаторе является огибающая. Через нее проходит триггер-сигнал до амплифайера. И в этот момент сигнал триггера превращается в более сложный сигнал с более сложной амплитудой. Она выглядит примерно так. Она еще называется ADSR. Также огибающая присутствует и для фильтра. Этот триггер подается на эту огибающую и она формирует звучание фильтра тоже в соответствии с ADSR. Нередко в синтезаторе присутствует блок эффектов. Здесь может быть дилей, реверп или овердрайв или еще что-нибудь. Тогда звук становится еще более интересным, погружается в пространство и больше нравится слушателю. Также в синтезаторах присутствует LFO. Это Low Frequency Oscillator. Это такой же осциллятор, если мы берем аналоговый тракт, то это генератор низких частот. То есть если осциллятор у нас выглядит вот так, чтобы был звук, и чем чаще эта волна, тем выше звук, то Low Frequency Oscillator имеет вот такую волну. Ее практически невозможно услышать, потому что она находится в нижнем диапазоне. Но этот блок очень полезен для того, чтобы управлять какими-нибудь параметрами. Чаще всего в синтезаторах LFO отправляется на осциллятор, чтобы задать ему какой-нибудь шейп, чтобы модулировать волну. Также на фильтр идет. Ну и в более интересных синтезаторах иногда это идет и на эффект, например. Тем самым меняет положение громкости, например, этого эффекта или каким-нибудь параметром. Также на огибающую. Чтобы это LFO не превратило наш звук в какое-то сумасшествие, чаще всего используют утилиты. В нашем случае это будет аттенюатор. То есть некогда большой сигнал он превращает в более маленький по своей амплитуде. И эффект управляется не с такой силой, как изначально генерирует этот осциллятор. Также очень часто в синтезаторах мы можем встретить Sample & Hold. Этот блок отвечает за рандомную волну, которая генерируется из клока и из нойза. Когда клок на него подается, он замирает в определенном положении CV, который получает от нойза, и дает рандомные параметры. Мы можем отправить их куда угодно. Обычно это встречается в семимодульных или в модульных синтезаторах, поэтому мы можем отправлять его на различные параметры, например, на микшер или на LFO. Осцилляторов может быть не 2, а 3. Ну а в качестве исходящего сигнала может быть какой-нибудь клевый контроллер. Например, реализуются еще CV-гейт входы и выходы. Например, если есть CV-гейт входы, то мы можем посредством этих входов отправлять сигналы с внешних синтезаторов, которые также поддерживают CV-гейт. Контроллерами могут являться не только MIDI-клавиатуры, но и что-нибудь интересное, например, термин VOX с поддержкой CV. У меня есть вот такая клавиатура, которая поддерживает выходы, например, как CV-гейты, так она поддерживает MIDI через определенный переходник. У нее есть входы CV, то есть не совсем эта клавиатура, больше, наверное, как контроллер, поэтому я, наверное, имею в виду какие-то такие устройства. Все эти блоки, ну, по крайней мере, основные из них мы можем видеть на разных синтезаторах. Например, Zero Cost, блок с осциллятором, блок с огибающими, микшер. В Digitact'е это также реализовано. Блок с осциллятором, источником звука. Фильтр. Огибающая. Какие-нибудь эффекты. И как раз-таки LFO. Novation Bus Station также имеет осциллятор первый, осциллятор второй, некий микшер этих осцилляторов. Фильтрация, LFO, низкочастотный осциллятор. Вот он моргает, соответственно, это скорость примерно этой волны. Огибающая, ADSR. EuroRack синтезатор вы также можете собирать, исходя из ваших предпочтений. Осцилляторы, амплифайеры, эффекторы. Ну и блок модуляции также важен. Плюс ко всему, это фирменное звучание MUGA. Субтрактивный синтезатор не очень сложный в освоении. Но даже при всей его простоте очень сложно найти синтезатор, который будет подходить именно вам. Например, для меня очень важно, чтобы в синтезаторе присутствовал треугольный осциллятор. А также я очень люблю смешивать его с нойзом. Попробуйте еще поискать синтезатор, в котором есть и то, и другое. Желательно, чтобы еще было два осциллятора. Чаще всего используют квадрат, пилу, синусоиды мало где есть. Ну, синусоиды можно получить посредством срезания фильтра, но все равно это какие-то дополнительные такие штуки, которые приходится добывать уже из синтезатора. Также я люблю, когда осциллятор можно переключать по октаве, вверх или вниз. Это очень здорово для импровизации. Вроде, несмотря на всю эту простоту, реально сложно найти синтезатор, в котором все это есть. Я бы очень хотел, чтобы эта серия видео стала для вас полезным, и вы уже смотрели на синтезатор по-другому, чтобы он стал для вас более понятным. Ну, а также видео мои стали для вас более интересными. В следующем видео мы поговорим о семи модульных синтезаторах и о модуляре. До встречи!